В разгар курортного сезона губернатор требует уделить особое внимание качеству сервиса, благоустройству и безопасности пляжных территорий. Однако нередко поступают жалобы, что доступ к морю закрыт шлагбаумами. И бывает, что за проезд необходимо заплатить. О таких случаях известно в Анапе на Бугасской косе и на Ясинской косе в Приморско-Ахтарском районе. Для автотранспорта закрыт доступ и в поселках Ольгинка и Лермонтово в Туапсе. На вопрос, зачем там стоят шлагбаумы, у местных властей ответа не оказалось. Мне кажется, какая-то бесхозяйственность, если уж по-честному говорить. И шлагбаум должен быть, не должен есть, взымается плата, не взымается плата. Вообще-то вот такая куставщина, если вы по-честному. Или кому-то выгодно, кому-то выгодно. Поэтому имели мы, понятно что, лишь бы сейчас перелистнуть страницу и забыть. И все, чтобы по-прежнему осталось. Тогда от вас, именно от вас, я дожду четкого такого доклада по существу. А вообще, в крае, коллеги, здесь Министерство курортов должно быть, то есть должен быть общий подход к таким территориям. Должен быть один общий алгоритм. Как поступать, как действовать. Это зона ответственности министра курортов, который должен дать нам четкий алгоритм режима и проезда, или отсутствия такового на особо охраняемой природной территории. Также Вениамин Кондратьев поручил продумать концепцию придорожного сервиса. Это должны быть не просто заправка с магазином, а целые комплексы с местом отдыха для водителей и пассажиров.